Цены на жизненно важные лекарства за 2014 год практически не изменились. Об этом на заседании Совета по правам человека сообщила министра здравоохранения. Вероника Скворцова также заявила в числе задач внедрения электронных медицинских карт и системы видеосвязи, с помощью которой врачи будут консультировать коллег и осматривать пациентов. Речь также шла об оптимизации столичного здравоохранения. В рамках программы будут закрыты некоторые медучреждения, в том числе больницы, которые расположены в ветхих зданиях и не отвечают современным требованиям. По словам Скворцовой, бывшим сотрудникам помогут с трудоустройством. В России будет создан единый банк медицинских вакансий. Безусловно, когда высвобождаются освобожденные из должностей люди, они должны быть трудоустроены. Я знаю, что департамент Москвы организовал специальный центр по трудоустройству и сейчас этим серьезно занимается. А министерство федеральное сейчас заключило договор с большим сайтом. Все вакансии медицинские абсолютно бесплатно будут на этом едином для страны сайте всеми медицинскими организациями предоставляться.